За причудливыми камерами рекламных роликов идёт оживлённая операция. Чтобы бургеры выглядели такими сочными, нужны десятки людей и несколько специальных роботов. О, здесь нет ничего простого. Что касается работы, которую мы делаем, она очень сложная, очень техническая. Стив Гирральт снимал рекламные ролики для крупных брендов, такие как Hennessy, Heinz и Pepsi. Через свою продюсерскую компанию The Garage и на кону стоят большие деньги. Съёмка одного 30-секундного ролика может стоить сотни тысяч долларов, и они работают на время, потому что используют настоящую еду, которая долго не остаётся красивой. Это неправильное название всего. Подделка усложняет работу. Мы посетили студию Стива в Броклине, Нью-Йорк, чтобы посмотреть, как его команда снимает идеальный бургер. Сегодня Стив и его команда работают над тестовой съёмкой для Burger King. Они будут использовать её, чтобы найти клиента. Брэд Курцвелл – опытный фуд-стилист. Его работа состоит в том, чтобы бургер выглядел как воппер. Обычно у него есть бюджет в пару тысяч долларов, и он всегда покупает намного больше, чем ему нужно. Поэтому он может выбрать идеальную булочку, котлету и овощи. Затем он приступает к работе, но не готовит мясо до конца. Потому что я хотел, чтобы он не слишком сильно уменьшался. Я хотел получить от этого куска мяса как можно больше объёма. Даже идеальные котлеты нуждаются в последних штрихах, поэтому он использует красители соуса, затемнители и мыло, чтобы придать хоже обугленный вид. Ему нужно раскрасить только половину бургера, потому что камеры снимают только с одной стороны. Смесь вазелина и измельчённого мяса помогает заполнить любые дыры. А эти следы от гриля – ещё одна торговая хитрость. Брэд нагревает наталлический шампур, а затем… Я просто коснулся раскалённого металла бургера, и он… сгорел. Затем он ловит сыр с помощью отпаривателя для одежды. Как вы изменили его, чтобы делать еду? Я только что сказал, что это за еду. Но это также… Я пытаюсь контролировать, сколько выходит, поэтому я замазал некоторые дыры. Он режет лук и помидоры, казалось бы, чтобы они лежали ровнее. Думаю, в другой жизни вы бы были очень хорошим хирургом. Ну да, моя мать была бы счастлива. Какие ещё трюки? Зубной крем для удержания ингредиентов. Для конденсата на банках мы используем глицерин. Пока Брэд заканчивает, команда Стива проверяет, всё ли готово на съёмочной площадке. Самое сложное – совместить то, что хочет клиент в рейтинге, с тем, что возможно технологически. Они понятия не имеют о технике. Да, они такие, роботы – это круто, нам нужен робот. Но поскольку сегодня он работает на тестовой съёмке, ему просто нужно реализовать своё собственное видение. Затем он поворачивает к мастеру-пекелажнику Мэтью Хуберу. Он говорит, что в половине случаев ему приходится создавать буровые установки полностью с нуля. Они обеспечивают структуру для специализированного оборудования, которое заставляет их танцевать на экране. Его работа идёт рукава об руку с работой роботов. Очевидно, что робот – это очень сложная и дорогая вещь, которая используется во многом из того, что мы делаем. Но если вам нужно только прямолинейное движение назад, проще построить простую машину, которая использует один тип движения. Как эти воздушные поршни, которые он использует для запуска еды. Или эти катапульты. Чтобы сэкономить на покупке новых деталей, он использует много одинаковых базовых деталей. Это как лего, понимаете? Вы просто собираете вещи, разбираете их, делаете с ними что-то другое в следующий раз. Так что мы используем многие из этих частей, наверное, сотни раз. Тем временем, Баула Андре Рамирес завершает работу над набором. От столов до бутылок с кетчупом в стороне. Я хочу, чтобы это было реально. Так что если он пустой, это не будет выглядеть так. Это настоящая коммерческая кухня. Каждый дюйм видимой камеры имеет значение. Поэтому команда Баула построила эту плиточную стену специально для этой фотосессии. Но они сказали, что он все еще чувствовал себя пустым. Мы только что добавили туда эти две плавающие полки. Мы что-то планируем, а потом просто должны быть готовы к неожиданностям. Ее обычный бюджет на реквизит осуществляет 40 тысяч долларов за съемку. Но она может многое взять из своей личной коллекции. Это было 20 лет коллекционирования. А это как армия спасения, гаражные распродажи, годы и годы накопления. Я всегда люблю иметь лишнее. Так что если вы снимаете, например, стакан газировки, мне нужно иметь как минимум 6 таких же стаканов для быстрой смены, если они поцарапаны. Потому что это видео, так что один точно ломается. Итак, когда приносит этот гамбургер, начинается время игры. Теперь это гонка на время. У нас тоже есть помидоры, верно? Этот угол кажется правильным. Может мы еще немного расплавим сыр? Подогрейте там немного. Давай, кати камеру. Подойдите немного ближе. Сегодня у них есть лампы с уединенным охлаждением, которые не нагревают еду. Раньше у нас были очень горячие лампы, которые, например, готовили еду, и оно очень быстро умирало. Таким образом мороженое было бы невозможно снимать в замедленном режиме, потому что оно просто таяло бы. Но этот салат начнет уведать через несколько минут, независимо от того, корит он или нет. Так что быстрые работы и тонны планирования необходимы для того, чтобы съемка шла по графику. Потому что любая задержка может означать выход за рамки бюджета. В первом действии используются тележки для создания так называемого эффекта Хитчкока. Но весь фон словно деформируется вокруг него. Созовите роботов. На самом деле они из тех же, что строят автомобили. Этот робот стоит 150 тысяч долларов, и он может делать практически любые движения, которые вы только можете придумать. Иногда можно было довольно быстро запрограммировать роботами. Вот второй выстрел. Стив представил, как камера перемещается по полю гамбургера, каждый из которых удаляется из кадра. Когда мы приземляемся, мы всего в полутора дюймах этого бургера, так что попытаться сделать это с людьми было бы почти невозможно. Это действительно сложное движение, которое роботы делают очень легко, и каждый раз они делают это точно так же. Но скорость не единственная проблема. Каждый выстрел должен быть идентичным. Если гамбургер окажется неверным даже на сантиметры, или что-то на съемочной площадке столкнется между дублями, им, возможно, придется начать все сначала. Эти мальчишки не хотят вести себя прилично. Этот лазер помогает отслеживать положение гамбургера. Иногда ты можешь сделать работу, где есть 100 дублей одного и того же движения, и если они двинутся, это будет кошмар. Они также должны быть очень гибкими на съемочной площадке. Всегда случаются казусы, потому что приходится решать много проблем, что я люблю. В последнем кадре Стив привязывает все ингредиенты к рыболовной проволоке. Робот перерезает веревку, и камера ловит идеальное падение. Этот очный вопрос, на самом деле, был ретендент активно известен в 2016 году. Мы сняли это знаменитое видео, которое стало вирусом во всем интернете. Он медленно набирал миллионы просмотров на различных платформах, и мировые публикации начали освещать его работу. Вся эта шумиха в социальных сетях принесла ему много зрителей и новых клиентов. И он смог запустить гараж в 2019 году. Доставка бургера была своего рода искрой, который положил начало пути к тому, что мы имеем сегодня. И теперь TikTok стал для меня еще более сумасшедшим, чем когда-либо был для меня Instagram. И в бывший футфотограф, он хотел совместить свои любые техники, видео и видео. И что удивительно, есть работа, которая позволяет мне это делать. Есть много разных профессий, о которых мне не рассказывал мой школьный психолог, в том числе и моя собственная. Сегодня его команда снимает 40 рекламных роликов в год, зарабатывая более 5 миллионов долларов в год. Это похоже на компьютерную графику, но на самом деле это делается на камеру. И я думаю, что для достижения этого ощущения, большего, чем жизнь, требуется много технологий и навыков. Стив говорит, что они проделали хорошую работу, когда зрители не могут понять, что за кадром скрывается целая постановка. Они понятия не имеют, чем мы занимаемся в конце дня. Мне интересно, когда люди понимают, насколько это сложно. Но вся эта сложность того стоит, потому что на камеру много денег. В 2019 году компании быстрого питания вложили в рекламу 5 миллиардов долларов, и не зря. Они знают, насколько ценной может быть силы предложения еды. Исследование Гирсов-Университета показало, что визуальные подсказки, такие как реклама еды, могут влиять на тягу к еде. Другое исследование показало, что визуальные подсказки могут влиять на переедание и даже на набор веса. И это может конвертироваться в трафик и впечатления для бренда. Вы ответственны за то, что многие люди нарушают свою диету. Я в том числе. Эти бренды лидировали по расходам на рекламу в 2019 году, и их бюджеты продолжают расти. В сентябре Бургер Кинг объявил, что инвестировал 400 миллионов долларов в ремонт рекламы и ресторанов, что на 30% больше, чем в 2021 году. Вот почему Стив и его команда сняли эту презентацию в Опер, надеясь привлечь нового клиента с своими танцующими роботами и сочными бургерами. Продолжение следует...